Украинские ученые доказали, платить за обогрев жилья можно в три раза меньше. Создан кавитационный теплогенератор трудного типа, который позволяет значительно снизить затраты электроэнергии при нагревании воды и работе отопительных систем. Мы узнаем, что кавитация считается паразитным явлением образования пузырьков, которые во время так называемого схлопывания вызывают разрушение всех близлежащих объектов. Из любого негативного явления можно получить какой-то положительный эффект. Вот мы попытались сделать такой прибор, когда паразитное явление приводит к положительным, приятным результатам, а именно и тепло, и структурирование воды, при необходимости это смешивание несмешиваемых жидкостей, и все это на одном приборе, на одной установке. Первые кавитаторы были созданы еще в 80-х-90-х годах. Особенность кавитационного теплогенератора трубного типа заключается в том, что он не передает энергию тепла, а берет ее из воды. При движении жидкости образуются пузырьки пара. В результате изменения давления они взрываются. Температура таких взрывов достигает примерно полторы тысячи градусов. За счет этого процесса и вырабатывается тепло. Найти какую-то новизну было довольно сложно. По сути дела, если в нескольких образах, то получается, что мы в доли секунды в своем приборе вызываем у водички так называемую киссонную болезнь, или в доли секунды поднимаем ее на гору Эверест. То есть за счет резкого перепада давления, это один из эффектов, мы эффект вращения воды запустили. При этом у нас никаких нет механических частей, которые бы вращались и вызывали бы, опять же, вот те самые быстрые изнашивания или поломки каких-то механизмов. У нас вращается только вода. Работать оборудование может даже при нулевом давлении. Такие инновационные устройства способны обогреть любую площадь. Нам не важно, какая мощность, например, этого электрического насоса. И поэтому, если, скажем, для конкретного взгляния 200 квадратных метров по строительным нормам и правилам нужно порядка 20 киловатт установленной мощности, то мы обошлись пятью. Уникальность этого кавитационного теплогенератора заключается в его многофункциональности. Он не только экономит энергозатраты, но и используется в различных сферах. Вот для бассейна это была несколько другая система, потому что там была другая задача. Там мы непосредственно в бассейн подавали воду и бассейна же забирали, потому что в бассейне мы решали несколько задач, но совершенно своеобразных. Нужно было решить вопрос, чтобы 40 тонн водички нагревались, но там температура, что-то самое, порядка 27-33. И, кроме того, ну, такие как бы маленькие бонусы. Вода очищалась, структурировалась, становилась целебной. И формально не нужно было ее хлорировать, потому что она становилась бактериоцидной. Нагреть 800 литров воды 6-киловаттным насосом, при этом очистить ее, сэкономив на химических препаратах. И все это можно сделать с помощью кавитационного теплогенератора. С помощью этого кавитатора, это отдельный вид бизнеса, оно получает те же самые чугунные трубы, можно очищать от тех накипей, отложений, которые существуют. И если с этим кавитационным эффектом эту жидкость подать в любую емкость, например, в чугунные трубы, то она как ершик разбивает любые загрязнения, самые старые. И, опять же, единственное, что перед насосом тогда нужно ставить блок фильтров, чтобы, не дай бог, потом этот насос не превратился уже в емкость для грязи. Затраты на приобретение и установку кавитационного теплогенератора возместятся за два отопительных сезона, обещают авторы проекта. Это подтверждает и первый практический опыт эксплуатации инновационного устройства. К тому же работает сервисное обслуживание, которым владелец кавитатора всегда может воспользоваться. Кавитационный теплогенератор трубного типа является очень выгодным и удобным в эксплуатации. Он не нуждается в постоянном контроле обслуживающего персонала, занимает всего три квадратных метра площади, имеет низкий шумовой эффект. А главное – кавитационный теплогенератор экономит ваши деньги. Субтитры создавал DimaTorzok